Йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже 17 серия пути бомжа на Хасл Онлайн, и мы с вами вместе на этом канале достигаем высот на 14 сервере. А если вы хотите присоединиться ко мне и вступить в нашу семью, а также попасть в видео, то обязательно присоединяйтесь играть вместе со мной, все ссылки в описании. Для того, чтобы получить бонус лично от меня, вводите мой ник Роман Вендетта при регистрации и мой топовый промокод хэштег Вендетта, и через 7 часов игры вы получите 50 тысяч игровой валюты. Продолжим развиваться на сервере, всем приятного просмотра, погнали! Что ж, пора заняться фармом табличек, поэтому покупаю батарейки, отправляюсь в Египет, арендую баги и еду по стандарту к этому озеру, ведь, насколько я знаю, тут можно поймать немало добычи. Но по пути заехал к Леопатрии и просто был в шоке, цены на аксессуары повысили минимум в 2 раза, теперь скейт стоит аж 3 500 табличек, что, считаю, очень много, но в целом зарабатываются они не мега сложно, не обещаю, что у меня, конечно, хватит терпения на скейт, а на рюкзак, думаю, вполне. По итогу 70 табличек примерно за час я нафармил, и все батарейки кончились, и теперь, в общем, у меня 182 таблички. Да уж, капля в море. Далее вернулся к дому и добавил подписчиков в семью, обязательно вступайте, ведь каждого, кто вступает, я буду показывать в этих выпусках. На второй заход беру побольше батарейку, аэропорта, инвачу еще одного человека в семью, добро пожаловать, и я нашел новое хорошее место добычи на этих скалах, возле вулкана, тут древние артефакты встречаются еще чаще. Оу, уже 12 уровень, с випкой прокачиваю, не знаю, зачем он мне, правда, нужен, но разве что с 15 уровня можно поработать пилотом, и проверить там заработок. По итогу этот заход оказался очень хорошим, 152 таблички зарубаю, и в общей сумме у меня 334 штуки. Что ж, еще 9 раз только же собрать, и можно скейт брать, но это только на словах, на деле же я уже не хочу видеть эту пустыню. Уже третьего человека за серию принимаю в семью, и нас все больше и больше. Ого, штрафов на 11 тысяч, нехило. И тут же еще один человек присоединился к нашей семейной компашке. Попробую выставить египетский кейс подешевле, за 200 тысяч и жду результатов, а машинку угнали, и мага согласился меня довезти на мусорской тачке до штрафстоянки. А кстати, сейчас вроде говорят, кейсы вернули на рыбалку. Да, интересно сколько там кстати можно заработать на максимальном скилле. Сейчас у меня уже почему-то сразу второй уровень, я уже купил все необходимое в рыболовном магазине, и теперь нужно отправиться на зону второго уровня. Беру леску и удочку в шкафу дома, и теперь можно уже до туда наконец добраться. Ну и погнали качать скиллы, надеяться на выпадение кейсов. По итогу наживка кончилась, кейсов не выпало, но у меня уже 28% скилла до третьего уровня. Еще несколько заходов и будет третий левел. 32 тысячи получаю за продажу всей рыбы, и пока совершенно себя не оправдывает рыбалка. Снова покупаю батарейки и отправляюсь на фарм табличек в Египет. Нашел какое-то багнутое место в горе, где можно с легкостью улететь в невесомость. И с третьего захода фармлю 141 табличку, и почти пятихаточка уже есть. Да, если бы цены не увеличили, у меня была бы уже треть от скейта. А сейчас вообще фигня, только половина гребаного рюкзака. На этот раз закупаю еще больше наживки и улучшенную удочку. По кейсам опять пусто, вся закуска кончилась, но зато уже больше половины скилла я прокачал, и всего 42% остается до третьего рыбака. И один фиг, 32 тысячи всего лишь зарабатываем, примерно столько же мы и тратим на закуп. Ну и давайте уже добьем третий уровень, для этого покупаю снова наживку и отправляюсь рыбачить. Все, я успешно прокачал скиллы рыбака до третьего уровня, и до четвертого думаю тоже недолго. Поэтому поехали, сдадим рыбу и опробуем зоны третьего уровня. 53 тысячи на этот раз получаю, но может чуть в плюс мы с вами и ушли, уже неплохо. Но я надеюсь сейчас начнут уже падать кейсы. Плюс еще один братишка в семью к нам попадает, и отыграл 30 часов, и могу смело забрать деньги за промокод, а также таблички. Випку пока оставлю здесь, ведь у меня еще и золотая не закончилась. И 1,3 какао у меня на счету, очень даже неплохо. Закупаю наживки подороже и отправляюсь на пирс, ведь там зона третьего уровня. У меня вся леска почему-то ломается, видимо нужно ее купить подороже. Ну что я и сделал, после чего вернулся обратно и уже спокойно начал рыбачить. Новой рыбы появилось много, но вот кейсы так падать и не стали. Ладно, еще думаю в следующих сериях проверим рыбалку получше. Сдаю всю рыбу и получаю 65 тысяч, и это я еще не всю наживку использовал, уже поинтереснее, хотя бы в плюс стали выходить. Далее я забрал рефералки на 630 тысяч из бонуса и закинул в бюджет семьи, где теперь уже насчитывается 1,8 какао. Очень круто, так глядишь, скоро и сможем создать банду. На сегодня все, в этой серии мы с вами узнали сколько можно зарабатывать на рыбалке третьего уровня, нафармили неплохую сумму табличек, ну а дальше будет только интереснее. Поэтому жду вас уже на следующей серии, а если эта серия вам понравилась, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые серии. И напишите в комментарии свои полезные советы по развитию, мне будет очень полезно их прочитать. Ну и не забывайте присоединяться и играть вместе со мной, все ссылки в описании. Увидимся уже в следующих сериях, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok